Студия Софтбокс представляет. Озвучивали Принц Лимон и Аконя. Ты что делаешь? Ты ведь не любишь класть лапшу в суп? Я хотела в последний раз попробовать то, что ты любишь. Ты должен встретить того, кто тебе подходит. Не думаю, что это я. Йонжу, нет, не поступай так. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты не домой меня везешь. И если сейчас поедешь домой, утонешь в пучине сожалений. Я отвлеку тебя от дурных мыслей. Выпьем? Наша заблудшая Йонжу вернулась к нам. Поприветствуйте, а мы так долго этого ждали. Как тебе удалось всех собрать? О чем ты? Они ждали тебя здесь все это время. Спасибо. Эй, ты спросил у Йонжу время ее рождения? Позже узнаю. Что значит позже? Мужчины, рожденные в год обезьяны, и женщины, рожденные в год лошади – идеальная пара. Тебе так трудно было спросить? Хорошая работа, мама. Теперь можешь идти. Хватит трепаться. Разве так трудно узнать время ее рождения? Просто позвони ей, не взначай спроси, в котором часу она родилась. Какой-то пустяк время ее рождения, подумаешь? Не так уж и сложно. Набери ей. Пока, мама. Да, звони давай. В который раз ты уже это смотришь? Так нравится смотреть, как она танцует. Вот мелкая. Хватит любоваться. Давай выпьем и поговорим. Расскажу тебе кое-что забавное. Менеджер Чве позвонил в СЭС, чтобы они проверили магазин. Потому что один придурок пытается развести его на деньги за просрочку. Решил пожертвовать всем, заявив на этого мошенника в полицию. А разве он не крут? А ты не уволилась из круглосуточного? Уволилась? Но Чве Дэхён всегда говорит, что честность превыше всего. Позвал меня в магазин показать хороший пример. Не верится, только он свистнул, ты тут как тут. Именно. Стоит ему позвать, тут же примчусь. Нужно в туалет. Не скучай. Спасибо. Пойдем. Босс? Сэппиол? Ты же королева продаж. Почему отошла от дел? Столько работы привалило благодаря тебе. Мы с ним отличная команда. Но в этот раз лишь на девятом месте. Молчи. Прости, мне нечего сказать. Доктор Чу заставил. Не было другого выбора. Мне нужно кормить жену и детей. Я здесь бессилен. Босс. Да все путем. Я все равно собиралась уволиться, чтобы работать в магазине. Здорово, что директор Чу все так устроил. Сэппиоль. Да правда. Хороших вам продаж. Вы не можете быть на девятом месте даже без меня. Вы должны стать королем продаж и выиграть призовые деньги. Ясно. Удачи. Спасибо тебе. Спасибо. Идите. Не болей. Прощайте. Да уж. Он ничего не смог поделать. У него не было иного выбора. С этой подработки меня вытурили. А с которой сама уволилась все еще учат уму-разуму. Это че? Да юн. Скучаю. Скучаю. Что это с ним? Толку стоит, потому что я не выхожу в ночную смену? А почему я прячусь? Смех да и только. Смех да и истинку. Смех да истинка. Олимпиолетовый кусок. Смех. А са. Смех. Субтитры сделал DimaTorzok Юн-Джун, ты встала? Надень это сегодня на работу. Почему? Сегодня какой-то особенный день. Директор должен одеваться как директор. Директор? Тебе Сэн-Джун ничего не говорил? Мы с председателем Чо уже обсудили. Мам. Увидимся в офисе. КОНЕЦ Ким Хэ-Джа наш второй по величине акционер. Видимо, мать руководителя Ю. Даже ходят слухи, что директор Чо и руководитель Ю жили вместе в США. Говорят, была свадьба, и они даже расписались. Представляете, она теперь наш пиар-директор. Новый пиар-директор Ю Ён-Джо. О, нехана. Думаете, слухи не врут? Тогда кем же для неё был Дэхён? Забудь о Дэхёне, с меня хватит. Нет. Может, мне тоже открыть магазин, как Дэхён? Головушка болит. У кого-нибудь есть таблетки от мигрени? Ты должен встретить того, кто тебе подходит. Не думаю, что это я. Менеджер Че? Привет, Сонте. Привет, Жонха. Привет. О чём задумался? Да, так. Какими судьбами здесь? Ты разве не знаешь? О чём? На работе все только о Ю Ён-Джу и говорят. Почему? Она... Дочка второго по величине акционера компании. Сегодня её повысили до директора. Как ей удавалось провести нас. Что? Ты что, правда, не знал? Вы три года в отношениях, а ты ничего не знал? Думаю, нам пора. Мы пойдём. Удачи, Дэхён. Увидимся. Помнишь, мы обещали не хранить друг от друга секретов? Ты же знаешь директора Чосын-Джуна? Вообще-то мы знали друг друга ещё до твоего рождения. Наши отцы очень близки, мы дружим с детства. Но не заблуждайся, я получила эту работу сама. Наша встреча была предопределена на небесах. Как ваша пожизненная страховка? Я буду идти с вами рука об руку. До конца вашей жизни. Ваш страховой агент – Кон Бун Хи. Отправитель Кон Бун Хи. Драгоценная жизнь. Ты уничтожишь последнее хорошее, что осталось. Ты же это начала. Что? Давай будем честны. Говори мне обо всём. Отсутствие секретов сближает нас. Это всё твои слова. Но сама ты им следовать не собиралась. Почему ты не рассказала, кто твой отец? Думала, что я попрошу о помощи, если ты расскажешь мне об этом? Или начну просить денег в долг? Думала, что-то изменится от того, что я знаю, кто твои родители. Ты в себе была неуверена или во мне? Одно из двух. Или оба варианта сразу? Какая уже разница? Это ты меня обманул. Что? Ты никогда этого не признаёшь. Но между вами с той девочкой что-то есть. Это ты мне изменил? Я в чём виновата? Может, стоило сначала послушать меня, а не додумывать самой. Жарко-то как. Папа? Дэхё? Папа, ты что здесь делаешь? А ты что тут делаешь? Какая встреча? Я не знал, что вы с моим сыном встречаетесь. Вот уж точно. Мир тесен. Я пойду, а вы продолжайте болтать. Папа, ты куда? Ён-Джу, ты можешь оскорблять меня сколько хочешь. Но зачем? Втягивать во всю эту мою семью. Я всё понимаю. Это конец наших отношений. Но что ты пытаешься этим доказать? Мне сейчас не менее неловко, чем тебе. В голове каша. Ты всегда повторялся, что это недоразумение. Теперь моя очередь. И я не оправдываюсь. Думаю. Я никогда тебя по-настоящему не знал. Не делай поспешных выводов. Если это всё, я пойду. Спорт намного интереснее, когда смотришь его с азартом. Сделай ставку у нашего спонсора 1xBet и побеждай вместе со своей командой. Сейчас возвращается множество спортивных событий, топлик и кубков. Регистрируйся на сайте 1xBet с промокодом SOFTBOX и получай дополнительные бонусы. Мама! Всё так не вовремя, да? Как же так получилось? Смешно вышло, конечно. Смешно очень. Зачем всё это? Зачем ты это делаешь? Мы уже расстались. Зачем сыпать соль на раны? Это не ради тебя. Всё ради них. Что? Чтобы вы расстались добровольно. А что, я переборщила? Ну и пусть. Иногда границы нужно пересекать. Не расстраивай меня. Всё к лучшему, прекрати злиться. Папа, ответь на звонок. Прошу тебя. Сынок. А доставка? Понимаю, тебе нужен водитель, но где же его так быстро найти? Вот здесь. Или не совпадение? Может, судьба? Я не знаю, что это. Верно. Поставьте печать здесь и здесь. Где? Вот тут. И вот тут. А знаете что? Разве ваш доход не повысится, если я поставлю печать? Это ещё не всё. Благодаря вам я стану работником месяца. Это будет первый раз, когда я получу это звание. Вот как. Понятно. Я просто обязана поставить печать. Рада, что вы получите это звание. Спасибо. Послушайте. Я решила принести вам не только страховку, но ещё и подарочек. Мне очень неловко, но я подумала, что идти с пустыми руками дурной тон. Ветчина? Оставьте там. Хорошо. Знаете, в прошлый раз вы рассказали мне о дочери. Я так подумала, а ведь её парень такой же человек, как и она. У него тоже есть любящие родители. Конечно, если у них не сложится, пусть расстаются, но причина явно должна быть не в том, у кого больше денег и власти. Нельзя судить человека лишь потому, какое у него прошлое. Что? Это вот контракт на 10 миллионов вон, а вот это… Контракт на всего лишь 100 тысяч вон. На первый взгляд, в него стоит вложить в 100 раз больше. Но если так подумать, это же всего лишь бумажки. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Гонбунхи, ты настоящая волшебница! Славьте нашу новую королеву! Поздравляем! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верно, наша Йонжу теперь директор. Я думала, она справится быстрее, но ведь она поднималась с самых низов. Конечно, такая у меня умница. Точно. Не хочешь позавтракать вместе? Да, мне нравится. Знаешь, можно сходить. Что такое? Что это? Откуда вся эта вода? Выключить ее? Черт! Как же так ужасно! Одна порция — пять тысяч вон. Две порции — десять тысяч вон. Извините, можно мне куриные ножки? Добрый день. Они очень острые, да? Добрый день. Субтитры делал DimaTorzok Чего? Я купил, чтобы отпраздновать твое звание королевы страховок. Я королева. А ты купил всего лишь куриные ножки. Да ладно тебе. Это самое вкусное блюдо в целом мире. Да, ты прав. Молодец. Давай есть. Я их взял в популярном ресторане. Ты выбрал хороший ресторан. Молодец, вкусно. Выпьем? Конечно. Галстук мне не идет. Я уволился. Молодец. Зачем носить галстук? Проклятье. Ты должна была выйти замуж за кого-нибудь получше. Я, похоже, в прошлой жизни предала страну. Разве я могла выйти замуж за хорошего парня? За сколько ты страну продала? За миллион вон. Что? Знаешь что? Не плачь. Перестань. Не реви. Все хорошо. Чего ревешь? Все нормально же. Я в норме. Знаешь что? Миллиона вон ведь будет достаточно. Для чего? Для поездки в Чанзянцзе или куда-нибудь еще. Забудь. Я не еду. Ты должен. Поезжай с друзьями. Это мечта всей твоей жизни. Ты должен поехать. Это не важно. Отправляйся в путешествие. Муж королевы не может пропустить такую поездку. Дорогая, почему ты пытаешься отправить меня за границу? Представляешь? Очередная наша соседка умерла от зависти. Кстати, ты видел какую работу нашел твой сын? Я не хочу больше быть петухом. Я хочу сидеть на диване как батя и выигрывать бабки в 1xbet. Белой ставки не будь петухом! Белой ставки не будь петухом! Белой ставки не будь петухом! Ну просто ешь. Ешь куриные ножки. Хорошо, я поем. Вкусно? Да, удачно купил. Очень вкусно. Ты удачно купил. Вкусно. Одной порции на двоих хватает. И правда вкусно. Да, хорошее купил. Спасибо. До свидания. Добро пожаловать. 7900 вон. Держите. Спасибо. Добро пожаловать. Спасибо. Кажется, тот самый дом. Эй. Рассуждай логически. Я ее опекун. Я обязана знать, где она находится. Она подписала контракт с фальшивой мамой, чтобы стать трейни. Я не могу прийти в агентство и сказать, что я ее сестра. И у нас нет матери. Я не могу так поступить. Щеночек, можешь просто спросить у них адрес? Сэдбель, ты просто… Я не пойду. Если пойду, можешь звать меня щеночком. Договорились? Хорошо? Подожди-ка. Хорошо. Мы хорошо спели. Да не очень. Боже. Ложите спать пораньше. Соеду в 6. Тебе не следует пить. Не буду. Ну блин. Поднимусь, когда по телефону поговорю. Хорошо? Только недолго. Хорошо. Введите 4 цифры кода. Хёнджи, это Энбель. У меня все хорошо. Скоро дебют. Пусть твой отец священник помолится за меня. Эй, никто же не знает? Будь осторожней с Гэмби. Узнает она, узнает и моя сестра. И прощай мой дебют. Что? Ты? Конечно. Скучаю по тебе и сестре. Эй. У меня кроме сестры никого нет. Она не такая, как я. Я позвоню ей сразу после дебюта. Цепель, я наконец-то выступила. Приезжай и убивай меня. Пришлю тебе адрес. Ну даёт. Ой, напугалась. 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 Ого. 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 Добава. Центр. 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 Ого. Продолжение следует... 이런 청소? 오직 Z에서만. 삼성 Z 이 한 잔에 커피가 지닐 수 있는 모든 가치를 담아 더 뉴 프리미엄 간우 시그니처 주말은 안 되시나요, 고객님? 정수기 관리를 위해 우리가 해왔던 것들 왜? 필터가 배상되었습니다 쿠쿠는 이렇게 받아서 셀프케어하면 되는데 방문 관리 필요 없는 쿠쿠인스피어 오랫동안 기다려온 이 순간 여름아, 파도야, 파도야 부딪쳐라, 더 짜릿하게 골드브루로 프레시하게 가스 예두사 부동산 투기로 서민들의 희망을 뺏는 예두사 투기 세력은 밀어, 밀어, 밀어어어어어어어어어어어어어어어어어 끝으로! 미라 저축으로 집사로 날 올 거야 오케이 저축으로 뺏 Девушки отдыхают Эй, не помнишь, что я говорила? Такие люди, как мы с тобой, должны хорошо себя вести Понятия не имею, что мне теперь делать Сэппиоль Не знаю, прав ли Джуки дать тебе шанс Или прав менеджер Чхвея, лучше сказать правду После моего дебюта я стану известной Поговорю с менеджером группы и все улажу Только не сейчас, Сэппиоль Еще хочешь? Наливай Хорошо Эй, а ты есть не собираешься? Если поем лапши утром, мое лицо будет опухшим Эй, от лапши не пухнут Не говори ерунду Что сделаешь, если опухну? Зачем мне что-то делать? Просто съем все сама Ты платишь Ты украла все мои деньги Сегодня воскресенье, мне регистрировать посылки? Конечно, это перемещение между магазинами, его оформляют в любые дни Правда, что ли? Да Он настоящий, мой круглосуточный Добро пожаловать Здравствуйте Здравствуйте 4900 вон Извините А Сэппиоль правда уволилась? Грусть, печаль Держите Спасибо, до свидания До свидания Спасибо Зарегистрируйте отправление за стойкой Держите Да Спасибо, до свидания Спасибо, до свидания Щеночек, ты дома? Бог ты мой Здравствуйте Не ожидал вас здесь увидеть Ну Дело в том, что меня обманули И выгнали из дома А пойти было некуда Лифт здесь очень быстро, не так ли? Вмиг довозит Что? Джоук работал в пути лица, чтобы всего добиться Прилагал вдвое больше усилий, чтобы стать тем, кем стал Знаменитости могут стать никем в мгновение ока Вы с Джоуком близкие друзья Поэтому, надеюсь, понимаете, в каком он положении Да И куда мне теперь идти? Забавно Стоит о нем подумать, как он тут же звонит Да, менеджер Че? Чон Сэдбёль Ты зачем расстроила мою маму? Что? А что я такого сделала? Тебя нет дома, вот она и нервничает Давай быстро домой иди Вот как? Тогда я обязанна вернуться Скоро буду Не хочет волновать мою маму? Надо же Дэхён, ты поел? Да, папа, поел А ты? Нет, только собирался Тебе приготовить что-нибудь? Не надо Не забывай всегда улыбаться покупателям, понял? Понял Тогда я пойду на работу И не переживай обо мне Я же сам Чвей Ён Пили с Пусана Смекаешь? Папа Ты лучший Удачи Удачи До вечера Давай, пока Дальсик Да? По-братски подмени меня вечером, а? И не ешь сегодня просрочку Здесь не так много, но я хотел бы отдать тебе Купи себе поесть или что ещё Хорошо, я как раз на сегодня закончил, а до завтра делать нечего Рад слышать, а то мне нужно проветриться Да, думаю, у тебя полно проблем в личной жизни Дальсик, я просто предположил, интуиция веб-художника, так сказать Можешь идти, а я поболтаю с парнем с девчачьим голосом Да я же просто пошутил Знаю, шутка с долей правды Я спец по таким шуточкам, поэтому сразу сообразил Дальсик, я позабочусь о магазине, можешь идти Хорошо, я пошёл Разберись с мыслями и возвращайся побыстрее Если подумать, у меня куча дел Я думал, хотя бы 50 тысяч вон даст А тут всего 5 Мама! Босс! Да что с тобой такое? Думаешь, у нас тут мотель, что ли? Нет Захотел, пришёл Захотел, ушёл А на людей, которые тебя ждут, плевать Если решила ночевать не дома, надо было позвонить и предупредить А я думала, вы просто ляжете спать и не будете меня ждать Как я могу услышать, если члена семьи дома нет? Ты бы смогла? Всю ночь не спала Член семьи? Пока ты здесь живёшь, ты член семьи Я для тебя как мать, а не хозяйка мотеля, поняла? Ты чё ты расплакалась? Всё, хватит сопли пускать Ты всё ещё не связалась с сестрой? Всё хорошо, я нашла её Боже мой, счастье-то какое! А чего тогда не возвращаешься к работе, а? Не, не бери в голову, я пойду на работу Хорошего дня Спасибо Увидимся вечером Посылка для Чонсетпёль Интересно, Чёда Хён тоже беспокоится обо мне? Не сожалеешь, что бросил работу? То есть, это очень неожиданно Ты любишь круглосуточные магазины И поэтому получил работу в нашей компании Но теперь увольняешься и открываешь круглосуточный? Как мне это понять? Ну... Понимаешь... Я не считаю, что в круглосуточном магазине можно только что-то купить Это место сияет 24 на 7 и оберегает окрестности Круглосуточные — это друг для голодных, одиноких и тех, кому нужно что-то по мелочи И ещё это место, где я могу положительно влиять на людей Ён-Джу, понимаешь? Я хочу создать собственный вид круглосуточных Почему ты устроился в нашу компанию, а не сразу занялся этим? Боже, ты не знаешь почему? Чтобы встретить тебя Вот же Врать хорошо умеешь Будешь отличным бизнесменом Конечно, так и будет Я буду успешным и открою 10 магазинов Подожди и увидишь Я собираюсь преуспеть Я думаю, что в любом эфирах Я не могу сказать, но я не могу Я хотела, чтобы не было Что это? Дай глянуть. Нетушки. Отказываешься? Ты должна заплатить, чтобы это увидеть. Станет бесплатным, если я подожду. А, ты в теме. Где менеджер Чве? Думаю, ты не в курсе. Дэхён пошёл развеяться. Его бросили. Что? Он расстался с девушкой? Да. Как же так его сердце, наверное, разбито. Предсказатель! Сегодняшний гороскоп для Сэдбёль. Твоя мечта исполнится. Да ты как открытая книга. Где? Сэдбёль, у тебя на лице всё написано. Нет. Где он? А, Дэхён. Не могу сказать. Сегодня так жарко. Это охлаждающий коврик. Разве он вам не нужен во время работы? Собираешься дать мне его просто так? Это уже от вас зависит. Дэхён сказал мне держать это в секрете. Так что я никому не могу сказать. Ну ладно. Знаю. Чайки? Знаю. Пляж? Бинго. А какой пляж? Давай тест на скорость. Пляж начинается на «э», куда отправляются одинокие души. Пляж «эрвани». Правильно. Вот. Сохраните это и отдайте менеджеру че, когда он вернётся. Пляж «эрвани». Нет, спасибо! Попользуюсь хоть немного. Поверить не могу. Обманула. Шавка подлая. Афродита. Здравствуйте. Синьорита. Афродита. Прямо сейчас. Я стою у окна. И думаю о следующей главе. Теперь лежу. Сегодня небо такое красивое. Очень чистое. Пытаюсь придумать идеи для моего вептуна. Стараюсь следовать тенденциям. Пряный сырный аромат. Люди его чувствуют. Я сфокусирован на деталях и конкретных частях. Богиня. Я был так занят разговором с вами. Даже не заметил, что уже прошло 30 минут. Афродита, где вы? Где вы сейчас? Иду на встречу с подругой. И уже почти пришла. Нет, вы кладите трубку первым. Нет. Лучше уж умереть, чем повесить трубку первым. Огненный вулкан. Ваша жизнь важнее моей. Не говорите так больше. Эй, что за... Да как ты могла повесить трубку, а? Да ладно уже, а? Ты же не могла. Вот и я сделала это за тебя. Ревнуешь, ревнуешь? Не ревную я. Смущаешь уже, мелкая. Так раздражаешь. Огненный вулкан. Мой телефон такой горячий. Как будто чувствую любовь Афродиты. О боже. Боже, что это с ним? Эй, да оставь его. Может влюблен в свой телефон? Точно. Он никогда не сможет стать нормальным человеком. Ну что он там делает, а? Мы же пришли с Сэдпёль встретиться. Иди, спроси его. Камень-ножницы-бумага. Черт. Подфартила. Может, как же бесить? Иди, иди, иди. Эй. Сэдпёль сюда приходила? Была здесь, но уже ушла. Куда? Не могу рассказать, это секрет. Да что за чёшь? Говоришь, что знаешь про неё то, что не знаю я? Это секрет Дэхёна, а не её. Она случайно выяснила, чистое совпадение, больше ничего рассказать не могу. Так что перестань задавать вопросы, а теперь свали, если тебе всё ясно. Значит, говоришь, не можешь не рассказать. Ты же подруга Сэдпёль, возьми и позвони ей сама. А у меня каждая минута на вес золота. Не трать моё время, валя отсюда. Послушай, а для меня случайно минутки не найдётся? А если найду, то что? Дело в том, что у меня тоже свидание с одним умником. Я на полном серьёзе. Если не против, почему бы не сходить на свидание парами? Моего друга зовут Джонсон, а твою девушку как зовут? Саманта? Эй. Что? Свихнулась, что ли? Да это ты свихнулся! Телефон-то свой зачем целовать? Мобильная передача поцелуев? Тебе в психушку пора, ты там точно постоянный клиент. Это тебе нужно в психушку, похоже на старый тапок в свои 22. Стареешься скоростью 5G. А нет, на Луну похоже. На Луну? Да, Луну. Вся скукожилась и в морщинах. Знаешь что? Ты уж не спеши, звони в психушку, я сама мозги тебе вправлю. Иди сюда, птенчик. А ну сгинь, я был неправ, ладно? Ах ты ж! Отпусти, он отпустил! Ты серьёзно? Поганец. Эй, пойдём, пойдём. Прости, прости. Афродита моя. Поверить не могу, что такая девушка богиня существует. Спорт намного интереснее, когда смотришь его с азартом. Сделай ставку у нашего спонсора 1xbet и побеждай вместе со своей командой. Сейчас возвращается множество спортивных событий, топлик и кубков. Регистрируйся на сайте 1xbet с промокодом софтбокс и получай дополнительные бонусы. Что за фигня? Чёрт, кажется, я пьян. Мерещится всякое. Что? Эй, да ну нафиг. Ты что, настоящая, что ли? На глюк не похоже. Фу, ты... Нефиг было за щёки хватать. Ты что здесь делаешь? Ты настоящая, что ли? Думала, раз вы на море, с Ашими есть будем. А вы что жрёте? Что за фигня? Будто сбежавший с дома школьник. А сама явилась сюда, как привидение какое-то. Всё потому, что кое-кто пишет, стоит о нём подумать. Кто? А вы как думаете? Что за фигня? Ты меня пугаешь. Ты же не про меня сейчас? Ну, у вас. Лучше с Лоджи поделитесь. Не да, моё. Сходи и купи. Вон там магазинчик есть. Или вот, гляди, сколько воды. Пей, не хочу. Не думала, что вы такой жлоб. Жадина, говядина. Дайте сделать пару глоточков. Давайте сюда. Правда, будешь из моей бутылки пить? Слышь, хватит. Всё, не выпивай. У меня всего одна бутылка, и всё. Не тронь моё. Джоук, уверен, что не хочешь где-нибудь поесть? Уверен. Всё в порядке. Поем дома. Кстати. Сэльпель уже не у тебя дома. Что? Я заезжал утром, взял кое-какой документ, удивился, что она у тебя дома спит. Мы потолковали немного, и она ушла. Выгнал мою гостю, не спросив разрешения? А ты спросил разрешение, когда звал её к себе. Но это мой дом, предоставленный агентством. Почему мне нельзя общаться с Эльпель? Общение с ней портит твой имидж. А со звёздами нет? Смотря с кем. Директор! Джоук, ты звезда, твой заработок зависит от твоих фанатов. И не только твой, агентство и сотрудников тоже. Так что думай головой, прежде чем что-нибудь делать. Щеночек, спасибо, что пустил переночевать. Я так понимаю, сашими сегодня не будет? Хочешь с сашими, сходи и купи. Да всё с вами ясно. Дэйхён, ты почему здесь сидишь? Пытаешься напиться, чтобы забыться? Да. Напьюсь и выкину тебя из головы. Йон Джоук. Видишь ли? Меня не так задевает, почему мы расстались. Мне разбивает сердце. То, как именно это произошло. Ладно, если бы больно было только мне. Но ты, даже моей семье. Даже моей семье сердце разбило. Жесть, прекращайте пить. Слушай, а ты... Ты что здесь делаешь? Откуда ты здесь? И кто же я такая, не подскажете? Что за вопрос такой? Девица, которая сначала сигареты заставила ей купить, потом накинулась на меня, как мамонт какой-то, а как по... По? По... Что сделала? Похерила всю мою жизнь. И отцовскую гордость растоптала. Просто жуть. Что это такое? У вас биполярочка? Чего я пьяна? Это ужас какой-то. Эй, менеджер, жлобина! Слушай, это не я жлоб, это ты мелочная девица. Вечно дерешься, никогда не бываешь довольна. Мелочная склочная! Мелочная девица. Кажется, я совсем идиотка. Надо же было действия такого придурка любить. За 10 лет реки и горы сдвигаются с места. В общем, срок годности у них такой 10 лет. Знала бы, что вы такое, заменила бы на что получше. Заменила бы я тебе не яйцо, чтобы носом крутить. Может, я вообще цыпленок? Цыпленочек, я цыпленочек. Хочу назад в прошлое! Компенсацию за потерянные годы! Компенсацию за компенсацию в клиентский сервис. Впервые хочется человека прибить. Что? Впервые? Впервые, да? Впервые хочется ужаться в хлам! Слушай, а может, выпьем? Хотя нет, я уже пьян. Сейчас сдохну. Извините! Никто не знает, когда прилив! Интересно, когда его в воду скинуть, чтобы не всплыл, а? Тяжелый какой, господи! Капец! Вот так! Ну я герой! Жарича, не могу! Не будь он таким красивым, фиг бы я его вот так тащила! Черт, устала! Дэй Хён, знаете, когда именно я в вас влюбилась? Когда вы меня спасли. Но вы же забыли. Совсем ничего не помните, да? Это было 10 лет назад. Один, два, три! Удар! Щеночек, а ты так умеешь? Как? Ну да. А вот так? Что? Сам виноват. Нечего было мух ловить. Малышка, ты в порядке? Конечно же, не в порядке. С тех самых пор каждый день я о вас думала. А вот вы меня забыли, да? Но это ничего. Я заставлю вас вспомнить. Этот день врежется вам в память на всю жизнь. А пока спите спокойно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok